Раскрыты детали завещания Мэтью Перри. Согласно полученным судебным документам и 12 марта новости, завещание актера из «Друзей», составленное в 2009 году, говорит, что большинство его вещей будет помещено в траст «Alway Singer Living Trust», траст, название которого совпадает с именем персонажа у Вуди Аллена в Уэнни-Холл. Юридические документы также утверждают, что Перри не хотел, чтобы его возможные будущие дети имели право на его состояние. Актер отметил в заверенной копии завещания, включенный в иск, что «Я намеренно не включил в это завещание и траст никаких условий для моих наследников, родственников или других лиц, которые не упоминаются. Я также намеренно не предусматриваю приемных или усыновленных детей, которых у меня может быть сейчас или в будущем». Вместо этого в качестве бенефициариев траста указаны отец Перри, Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая девушка Рэйчел Данн, с которой он встречался два года до их расставания в 2005 году. Исполнителями были назначены Лиза Фергюсон, актриса из фильма «Севенадцан Аген» и Робин Рузен. Робин – бывшая супруга звезды фильма Остин Пауэрс, Майк Майерс. Она была продюсером шоу «Celebrity Liar», где участвовал Перри в 2010 году. В завещании говорится, если один из них не сможет действовать, назначаю другого исполнителем. Документы, поданные Фергюсоном 8 марта, говорят, что в момент смерти у Мэтью было имущество на сумму более миллиона долларов, помимо того, что уже было в доверительном управлении. В заявлении уточняется, что актер никогда не был женат и не имел детей. Перри был обнаружен мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября. Прокуратура Лос-Анджелеса позже подтвердила, что причиной его смерти стали неожиданные острые эффекты от кетамина. Сопутствующими факторами были утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупринорфина. Бупринорфин обычно используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Ранее полученном отчете об аутопсии, который предоставил Э. Сообщается, что Мэтью прошел курс терапии кетамином за неделю до смерти и, говорят, был чист 19 месяцев до своей кончины. По информации в официальном отчете, в организме Перри не было алкоголя, метамфетамина, кокаина, героина, PCP или фентанила. Перри был похоронен в ноябре, на его похороны пришли его друзья и коллеги Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Ньюс попытались получить комментарии от представителей Перри, но ответа не последовало.